Итак, уважаемые слушатели, сегодня тема «Бытие, антология и метафизика». И согласно вашим силамбусам мы рассмотрим следующие вопросы. «Онтология к обучению бытии, понятие материи, бытие материального мира, движение пространства и время». Тема довольно непростая, и для того, чтобы разобраться, нам нужно будет копнуть немножко вглубь философии. Что же такое метафизика? Трактовка метафизики вообще связана с пониманием философии. Сам этот термин впервые был предложен Андроником Радоским. Это примерно первый век до нашей эры, когда происходит систематизация произведения Аристотеля. Вообще, этимология этого слова «метафизика» означает то, что после физики. В ранней греческой культуре философская мудрость была вплетена в единое созерцание космоса. «Метафизика» — то, что находится над физикой. Само вообще слово «физика» обозначало природа, а «мета» — это приставка «над», «над природы». Нечто метафизическое потустороннее, незнакомое природе. Итак, в Средние века несколько интерпретаций меняется. Известный средневековый теолог Фома Аквинский отождествляет первую философию, метафизику и теологию. Напомню, что теология — это учение о божественном. Вообще вся метафизика в это время подчиняется теологии. Вся метафизика становится на службу познания Бога. Вспомните, пожалуйста, этот термин, эту фразу, что философия служанка богословия. Что касается нового времени, то специфика метафизики нового времени определяется тем, что вся традиционная проблематика рассматривается уже под углом новых открытий, под углом естествознания, под углом математической науки. Проблема абсолютной достоверности знания становится ключевой для новой европейской философии. И метафизика в этом смысле превращается в метафизику познания. Особенно интересно в этом смысле рассуждал Кант, Эммануэл Кант, немецкий философ-идеалист, и он считал, что метафизика — это завершение культуры человеческого разума. Вообще для Канта метафизика и математика, и естественные естествознания абсолютно различны. И он вводит разделение метафизики на метафизику природы и на метафизику нравов. Метафизика как теория включает в себя философское учение о бытии. Мы с вами знаем из предыдущих лекций, учение о бытии — это антология. И теория познания — гносеология. И еще раз. Антология — это философское учение о бытии. Дело в том, что наше обыденное мышление, вообще вот этот сам термин «быть» или «существовать» воспринимает параллельно. Да, это синонимы для нас. То есть это очень близкие по значению слова. А вот философия использует термины «быть» и «бытие» не просто как констатация факта существования, а как то, что гарантирует само существование. Поэтому вот слово «бытие» в философии имеет особый смысл. То есть, чтобы понять это слово, необходимо обратиться вообще к философской проблематике бытия. Итак, «онтас» — вообще слово «онтология» греческое, и «онтас» переводится как «сущие». «Логос» переводится как «учение» или как «слово» или как «знание». И вообще-то сам этот термин, он возникает сравнительно недавно, в 1613 году, и его вводит немецкий философ Коклинин. Но вообще вот эта категория «бытие», она является исходной в философском осмыслении мира. В этой категории прежде всего фиксируется убеждение человека в существовании окружающего мира и его самого, и его сознания. То есть вообще вот эта категория выступает в качестве системообразующего принципа философской картины мира. Отдельные вещи, отдельные явления, процессы возникают и исчезают, но мир в целом существует и сохраняется. Для того, чтобы провести антологический анализ мира, мы используем философские категории. Но центральными среди вот этих философских категорий являются понятия «бытие» и «небытие». Это категории, которые играют важнейшую роль в философии и во всей культуре. И это категории, которые возникают, когда человек осознаёт тот факт, что он живёт в мире, который существует реально. То есть этот мир, в котором появляется человек, он как бы предзадан. Ведь мы же наследуем уже определённую культуру при своём рождении. Поэтому понятие «бытие» можно определить как всеохватывающая реальность, как то, что есть. Бытие и реальность – синонимичны понятия, да, вот в этом смысле. Но с другой стороны, «бытие» – это вот такая философская абстракция. То есть это отвлечённое понятие, это категория, которая обозначает основу существования. То есть категория «бытие» обозначает реально существующий мир, лежащий в основе всех вещей и явлений и гарантирующий их существования. Однако человек в своё время осознал, что в окружающем его мире с фактом присутствия вещей и явлений есть ещё и эффект отсутствия. То есть в действительности нет многих воображаемых, желаемых предметов. А вещи, да и люди рано или поздно погибают. Они уходят в никуда. И тогда возникает вот эта мысль о небытии. И понятие «небытие» – это тоже философское понятие. Категория «небытие» обозначает отсутствие. В общем, это понятно, но в то же время эта категория обозначает нереальность какого-либо конкретного существа, какой-либо вещи. То есть, допустим, есть вещи, которые, в принципе, нереальны или невозможны. Например, круглый квадрат или, например, вечный двигатель. Ну, тоже довольно спорный, наверное, вопрос. То есть то, что не может в принципе существовать. В философии также используется и представление об абсолютном бытии и абсолютном небытии. Абсолютное бытие – это субстанции, которые наделяются атрибутами вечности, безусловности, стабильности. И, конечно, в качестве примера – это Бог, это Логос. Нужно сказать, что в философии абсолютная идея, к примеру, в философии Гегеля. Абсолютное бытие принципиально ненаблюдаемо. Оно трансцендентно. Оно находится за пределами возможного человеческого опыта. То, что истинный замысел Божий человеку не дан, непонятен. Он находится за пределами человеческого опыта. И вообще в то же время он выступает неким фундаментом для воспринимаемого мира. Что касается вот определения абсолютного небытия, то здесь, в общем, вопрос сложнее. И мы можем привести в пример вот это определение «дао». Трактат «дао дэцзин» приписываю древнекитайскому мудрецу Лао Цзи. «дао» — это понятие, аналогичное понятию небытия. Насколько это возможно сопоставлять восточную и западную культуры. Дело в том, что «дао» — это нечто постоянно ускользающее от определения. Невозможно выразить «дао» в словах. «дао», выраженное в словах, не есть настоящий «дао». Истина произнесённая не является истиной. И уже гораздо позднее, в 20-х веках, немецкий философ Мартин Хайдеггер говорил, что любое определение небытия или определение «ничто» является логически противоречивым. Нужно сказать, что вообще некие абстрактные понятия довольно сложно оформить в знаковые системы. Они могут быть только символичными. Вообще вопрос событий возникает одновременно с самой философией. И если рассматривать в историческом плане, то этот термин впервые вводит парменид, античный философ парменид, примерно 5 века до н.э. Если рассматривать эту категорию в исторической эволюции, то мы можем проследить основные этапы развития вообще философской мысли. Мы можем проследить, как философия двигалась от исследования природы к изучению человека во всей полноте его способов его существования. И именно это позволяет нам выделить основные формы бытия. Это бытие вещей, процессов. И здесь мы можем разделять природное бытие и материальное бытие. Далее это материальное бытие человека, которое также мы можем разделить на телесное и социальное. Это духовное. Далее это духовное бытие, которое включает в себя индивидуальную, индивидуализированную духовность и общечеловеческую. Это бытие общества и т.д. Философские учения, которые объясняют единство мира и при этом исходят из одной субстанции, мы называем монизмом. Монизмом противостоит дуалистическая трактовка мира, исходящая из идеи существования двух независимых субстанций – материи и сознания. Вспомним основной вопрос философии. Так вот, бытие как раз-таки протекает вот в этих двух параллелях. Материальное бытие и идеальное бытие. Ну, нужно сказать, что оба эти направления в равной степени имеют фундаментальное философское обоснование. И материализм, и идеализм. Вообще, наверное, сложно вот так вот радикально ставить противоречие, вернее, занимать позицию монизма. В любом случае возникает эта позиция дуальности. Тем не менее, давайте рассмотрим категории, которые... Современная философия вообще ориентирована на построение принципиально новых антологий. Вот это разделение на материалистов и идеалистов, оно уже сегодня непривлекательное. Что мы отметим, что характерно для современной материализма? Важнейшим свойством материи является структурность и неисчерпаемость. Объективный мир — это вот такая взаимосвязь очень большого числа разнообразных структур. Ну, давайте попробуем дать определение, что такое структура. Это устойчивая взаимосвязь элементов, создающих некоторую целостность. Это определение я вот буду спрашивать. Почему важно? Потому что структура — это фундамент любой материи. Если говорить о категориях материи, то нам прежде всего нужно рассмотреть категории пространства и категории времени. Итак, обратите внимание. Пространство и время — это самостоятельные субстанции. Вообще пространственно-временная структура — это система, в которой протекает бытие. Пространство и время — это категории, которые отражают форму бытия вещей. Пространство выражает размер материальных объектов, порядок их расположения относительно друг друга, а время отражает продолжительное существование. До нас дошли концепции. До нас дошли концепции, сформировались, в философии сформировались концепции пространства и времени, и субстанциональная и реляционная. Итак, субстанциональная концепция. Суть её в том, что пространство — это особая самостоятельная субстанция, которая не зависит в своём существовании от мира вещей. Это как будто некое огромное вместилище для вещей, и это вместилище останется даже в том случае, если мир вдруг исчезнет. И время, согласно этой концепции, это тоже такая чистая длительность, которая существует, время течёт независимо от чего-либо, и время всё поглощает, всё поглощает в себя. Если говорить об истоках этой концепции, то нужно обратиться к античной философии, и это прежде всего Демокрит. Ему принадлежит, не принадлежит, а он размышлял о понятии пустота, в котором существует атом. В новое время вот эта субстанциональная концепция развивалась в физике Ньютона. Ньютон говорил, что пространство — это вот такая большая кладовая. Она может быть заполнена пустотой, и в то же время она может быть наполнена телами, вещами. Релационная концепция. Суть её в том, что пространство — это отношение между объектами. То есть пространство не обладает самостоятельным существованием, и пространство — это просто такая характеристика материальных явлений. То есть согласно данной концепции, если мир исчезнет, то исчезнет и пространство. Ну, Аристотель также предлагал нам концепцию пространства как место, которое занимает вещь по отношению к другим вещам. В новое время эта реляционная концепция находит своё выражение в философии Лебница. Лебниц подчёркивал, что пространство — это порядок существования вещей, и что без материи нет пространства. Также конкретизацию эта концепция получила в известной теории относительности Альберта Эйнштейна, который говорил, что пространственно-временные характеристики определяются спецификой материальных объектов, то есть их массой, их скоростью движения, и это относительные понятия. То есть пространство и время мыслятся не как независимые сущности, а напротив используется вот такое понятие, как пространственно-временной континуум. То есть это очень взаимосвязанные понятия. К примеру, при большой скорости объект занимает меньше места в пространстве. Ну и далее. Вообще любое явление можно описать только относительно некоторой системы отсчёта. Помните эту фразу? Всё познаётся в сравнении. Но это не означает, что пространство и время субъективны и полностью зависят от наблюдателей. Да, вспоминаем, пожалуйста, объективный идеализм и субъективный идеализм. Пространство и время объективны. Они носят всеобщий характер. Иными словами, пространство и время существуют вне человеческого сознания и вообще нет ни одного явления, которое бы не существовало в пространстве и которое не существовало бы во времени. То есть мы приходим к выводу, что пространство и время – это атрибутивные свойства бытия. Один и тот же отрезок времени нам кажется долгим, если мы ждём, или коротким, если мы торопимся, да, в зависимости от нашего настроения, в зависимости от ситуации. Конечно, временные ориентации людей различны. И очевидно, что категория времени обладает мировоззренческой ценностью для человека. Вообще, можно даже сказать, что время гораздо важнее, чем все другие бытийственные характеристики. И действительно, пространственные характеристики сущего бытия, они в некотором смысле безразличны для жизни человека. Они не оказывают такого сильного определяющего влияния. То есть мы можем находиться с вами в Казахстане, или в Америке, или в Китае, жить в селе или в городе и, в общем-то, при этом оставаться в том же состоянии. Но иначе дело обстоит со временем. Никто из нас не может выпрыгнуть за пределы своего времени. Никто из нас не может замедлить или продлить свое бытие. И в философском смысле, конечно, человек осмысливает свое бессилие предвременем. И мы знаем множество утопических теорий и попыток остановить время, повернуть время вспять, попытаться вернуться в прошлое или заглянуть в будущее. Это философская проблема, вот эта проблема времени, и она, в общем-то, во многом актуальна, и во многом она как бы трансформируется в проблемы собственной судьбы. Пространство обладает некоторыми стабильными свойствами трехмерности и изотропности. То есть пространственные параметры любого объекта могут быть выражены с помощью трех осей координат. И на этом, уважаемые слушатели, мы закончим. Более подробно об этом мы поговорим на семинарах. Я прошу вас подготовиться согласно силамбусу по соответствующим вопросам. Субтитры создавал DimaTorzok